Друзья, чтобы вам не скучно было смотреть, как я монтирую только ламинат, обязательно сегодня что-нибудь приготовлю вкусное в афганском казане, так что смотрите до конца, не переключайтесь. Друзья, всем привет! Вы на канале Инат Строит. В сегодняшнем выпуске вы сможете побывать у меня в доме, так как я, вы знаете, что занимаюсь строительством и в основном показываю какие-то свои строительные объекты, какую-то помощь. Вот, на себя руки постоянно не доходят, да, показываю строительство бани у себя на участке, но раньше, в начале моего канала многие спрашивали, покажи свой дом. Вот, если вам интересно, друзья, напишите в комментариях, нужно ли сделать обзор, рассказать и показать, из чего сделан, как, вот, обязательно в следующих выпусках это сделаю. Ну, а сегодня я буду делать, монтировать у себя на полу ламинат, ламинат компании Eger, вот, про него чуть позже тоже все расскажу. Вот, наконец-то руки дошли до себя и буду заниматься улучшать свой быт. Так что, друзья, спасибо за подписку, если не подписаны, обязательно прожмите подписаться, прожмите колокольчик о всех уведомлениях, а вам приятного просмотра. Я уже частично начал монтировать, вот, у меня начало выложено, ну, тут нужно было двигать мебель, и из-за этого я это не показывал. Сейчас ты позже дальше расскажу, вот, видите, у меня главная помощница, Ханна, и очень полюбилась подложка, Ханна Тихо, вот, ламинат. Вот такой красивый, беленький, Ханна тоже оценила и понравилась. Вот, и что самое важное, он влагостойкий, Аква Плюс можно видеть, вот, все характеристики чуть позже расскажу. Сейчас растерю вторую полосу подложки и начну монтировать. Ну что, Ханна, будем монтировать ламинат? Будем? Хвостик, удивляешь, нравится тебе, да, подложка? Видите, моя красотка. Да? Нежности тебе надо, нежности. Ну все, давай работать, хватит нежиться, будем работать. Давай, неси инструмент, давай, неси инструмент. Да, и будем делать. Все, тихо, сидеть. Умничка. Вот такой инструмент мне сейчас Ханна собрала и пошла дальше отмерять изделие, которое мне нужно будет отпилить размер. Вот, для этого измерительный инструмент, угольник, давайте уберу, молоток. Вот такой грузок понадобится, обязательно подбирать. Вот такая металлическая загнутая пластина. Ну и циркулярочка. Так как я пилю все это дома, на улице все равно прохладно и уходить в шортах очень неудобно. Вот, да, вот вы можете здесь у меня уже напилимом увидеть. Вот еще использовать такой пылесос. Очень хорошо сосет, справляется совсем, даже крупный мусор, если какой-то, вот я в бане пробовал, получается, тоже пылесосил, там остаются какие-то камушки были от наливного пола. Ну, просыпается и уже когда схватывается, получается, камушек все очень хорошо засасывает. Вот, приступаю, хватит болтать, нужно работать. Вообще, друзья, почему я решил постелить ламинат на пол? Вот, у меня постельно-шпунтованная доска, ну вот, когда Ханна у меня появилась, я в одном из прошлых роликов говорил, получается, она своими коготочками приводит пол в такое состояние. Вот, вы можете видеть царапины и так далее. Плюс он тоже рассыхается. Вот, а сейчас уже приобрел ламинат компании Эггер, дуб Муром, влагостойкий, что тоже немаловажно. Здесь вот вся инструкция есть, 8 миллиметров толщиной. Вот, как монтировать тоже сейчас расскажу, вскрою пачку и уже вам все расскажу. Вот, обращаемся к инструкции. Здесь предельно ясно все расписано. Обязательно, после того, как приобрели 48 часов, у вас ламинат должен вылежать в помещении. Он у меня уже лежит давно. Вот, и, как бы, проблем в этом никаких у меня уже нет. Есть три варианта. Есть три варианта монтажа. Вот они здесь тоже все есть. Все требования, какие нужно, каких нужно следовать. И вот все это придерживаемся. Вот способы укладки. Элемент за элементом. При помощи подбивочного бруса, который я вам ранее показывал. И ряд за рядом. Сейчас я начал уже собирать ряд за рядом. Ну, я думаю, смогу еще при помощи брусочка тоже вам показать, как это делается. Также здесь вот указаны, какие инструменты требуются, что должно быть все чисто. Никакого мусора. Перепады должны быть там не более двух миллиметров на метр. Вот, расстилается подложка. Все стыки проклеиваются. Вот, вы можете видеть у меня фольгированная подложка. 5 миллиметров толщиной. Предназначена она не только под ламинат, но и теплый пол. Ну, как бы, у теплого пола у меня здесь нет водяного. Соответственно, вот здесь вот просто штыки. Раскатали рулон, подрезали. И уже проклеиваем каждый стык. Что бы еще хотел сказать. Мебель у меня стоит давно. Кухню я разбирать не стал. Потому что, ну, это очень... Не то, что затратно много времени на это, потом обратно собирать и так далее. Вот, я просто под кухню сколько мог запустил. И уже сейчас вышел на такое место, где у меня мебель не мешает. И более подробно я вам могу показать и рассказать, как монтировать. Обязательно следуйте инструкции. Все нормы и требования соблюдайте. И все будет у вас с полом отлично. Влагостойкий ламинат Аква Плюс способен удерживать прямое воздействие влаги до 24 часов. И все готовы. И все готовы. И все готовы. Вот сейчас вы видели, как я ряд смонтировал при помощи подбивочного бруска. Тут самое важное. Первая, ну, как бы, конечная деталь не должна быть меньше 20 сантиметров. Вот здесь все написано, как мы это делаем. Вот, и при помощи бруска я подбиваю все щелочки. Если они бывают, вот, вообще ничего нет. Вот, все идеально. Все идеально. Все швы получаются просто стык-встык. Все идеально. Вот сейчас попробую собрать целый ряд и показать, как можно смонтировать целый ряд. И обрезок у меня остался. Я начинаю с него. Самое важное, там еще у стен оставлять зазор. Есть специальные вот такие клинышки. Вот они продаются в магазине. И, соответственно, его подставляете. Когда вы подбиваете, у вас получается, сами ламинатины, плиточки вот эти могут сдвинуться. Вот, а когда вы вставите вот эти клинышки, они их держат, и они замок-замок хорошо заходят. Друзья, вот так целый ряд собрал. Потихонечку вставил. И где нужно было, подбил. Где-то хорошо сразу встали, где-то нужно было подбить. И вот получается все идеально. Вот как раз вот эти грубо 20 сантиметров у меня соблюдаются. Где-то побольше, где-то поменьше. Ну, меньше 20, вернее, нет. Вот такая красота у меня получается. Пилим, пылесосим, меряем, еще раз пилим. Вот, что-то я немножко заработался. Нужно и перекусить. Вот сейчас почищу картошку, овощи, есть курица. Вот загружу все это в афганский казан. И приготовлю. Что получится, обязательно тоже вам покажу. Ну вот, друзья, получается такое у меня. Такие у меня ингредиенты. Курица, картофель, лук, морковь. Там еще есть помидорки и перец болгарский. Ханна уже учуяла. Он нюхает мясо, говорит, давай. Я говорю, еще не готово. Вот, в общем, она тоже довольна, что постели ламинат. Правда, немножко скользит, но ничего страшного. Ну и сейчас я потихонечку начну обжаривать лук, потом морковь, закину мясо, картофель, все закрою. Ну что, красавец готов к работе. Все ингредиенты внутри. Закручена крышка. Сейчас ждем, пока начнет потихонечку уходить пар. Отсюда вот этих клапанов и засекаем минут 35-40, и все будет готово. Вот так сумис-казан. Стоит он у меня уже, кипит где-то минус 35. Я думаю, для курицы достаточно. Сейчас его включаю и все открываю. Друзья, вот такая красота получилась. Курочка вообще вся на волокна расходится. Картошка тоже вся классная. Ну и свежие овощи, перец, помидорки. Вот всем, кто ест, приятного аппетита. Ну и естественно, мне тоже. Вот и в санузле у меня тоже в мокрой зоне постелен ламинат. Ничего отсюда не выносил. Единственный кусочек ламината не стоит, вернее не смонтирован под тумбочкой, под раковиной. Вот если понадобится, можно будет сделать обрамление снизу. И вообще не будет ничего не видно. Да и так глаза ничего не бросаются. Стиральная машина двигалась, душевая кабина тоже двигалась. Унитаз оцеплен, тоже пока двигается. Потом зафиксирую. Вот, стало на порядок светлее, что очень хорошо. Еще раз повторюсь, ламинат влагостойкий. А здесь постоянно с душа выходишь и на полу частенько стоит вода. Когда с тебя стекает, пока не обтерся. В общем, ну все-все прекрасно понимают. Вот такой красивый ламинат у меня смонтирован. Вот так свободное от работы время смонтировал себе ламинат на первом этаже. Хочу заранее сказать, что если у вас есть вопросы, пишите. Потому что я буду ламинат монтировать еще у себя на втором этаже компании Air. Так что, если у вас есть вопросы, в комментариях задавайте. Более подробно расскажу в следующем выпуске. Хочу вам от себя пожелать всего самого наилучшего. Крепких и теплых домов. Не болеть, не ловить всяческих вирусов. Мирного неба над головой. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. До встречи в новых выпусках. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok